У меня есть профессиональный монопод Манфротто, когда снимали целебную кулинарию, немножко его задействовали, ну а теперь я его хочу задействовать на съемках дыхания по Стрельниковой. Иногда так бывает, что вот вчера была температура 5 градусов тепла, сегодня минус 11, все замерзло, то есть получился каток. И дабы поберечься на дорогах, потому что там и в парке будет скользота, все таяло, потом замерзло. Я иногда занимаюсь дома, но это желательно будет делать регулярно. Дыхание Стрельниковой. Я выполняю в основном всего лишь одно упражнение. Я сейчас покажу, как я его делаю. Вот это можно простое, доступное, но эффективное. Желательно ежедневно делать, ну или хотя бы через сколько придется. И так, просто начинаем дышать быстро, как я это делаю. Обратите внимание на нос. Нос должен работать. Понимаете? Вдох, остыта. То есть делайте вдох, и в это время сжимайте руки для того, чтобы себе затруднить вдох. Это как раз то, что надо. А чтобы, как бы сказать, не стоять столбом все-таки, ходить. Хорошо. Сразу голова посветлела. Энергия прибавилась. Носовые ходы пробились. Если правильно дышать. Если дышать неправильно, просто-напросто задохнетесь, и у вас будет голова кружиться, и вы просто накачаетесь и не сможете дальше дышать. Значит, отдыхаем. Вот подышали. Это как раз для неподготовленного человека. Ему буквально таки сделать, грубо говоря, восемь таких вдохов. Вот человек пожилого возраста, неподготовленный, он делает только восемь. Хватит. Все. Хватит. Походил. Немножко отдохнул. Опять. Хватит. Восемь раз. Отдохнули. Почему? Вот четное количество. Оказывается, вот так лучше все увеличивать на, ну, будем говорить, на четыре раза, увеличивать на восемь раз. То есть, кратное, четному числу на два раза. Походили, вот так вот отдохнули. И опять. Восемь. Хватит. И еще разок. Хорошо очищаются носовые ходы. И еще разок. То есть, это мы сделали с вами четыре подхода. Все. То есть, вот с этого вы начинаете. Потихонечку у вас все это приспосабливается организм. Организм довольно таки быстренько к всему этому приспособиться. И вы начнете увеличивать. И, допустим, уже через две недели вы можете делать не восемь раз, а уже, наверное, раза тридцать два. Ну, вот сделаем с вами. Тридцать два раза я сделал. О, хорошо сразу же. То есть, вот это дыхание позволяет именно через носовые ходы снимать энергию. Энергия у нас снимается вот в этой области. Вот, вот. Дыхание идет вверх. Хоп! Струя. Почему она сразу бы вниз не шла? А нет. Вот как раз она идет вверх. И здесь у нас снимается энергетика. А дальше кислород в одну дырку пошел. Многие ученые мужи не могут ответить, почему у нас две ноздри здесь, а здесь одна трахея. Почему? Потому что снимается разного рода энергия. Через левую ноздрю, через правую ноздрю. И более функция правой ноздри разогревать организм. Левой ноздри охлаждать организм. Вот. Позанимавшись, ну, примерно, месяц, вы уже сможете сделать 64 дыхания. И также 2-4 подхода. Сделаем 64 дыхания. Ну, примерно, я сделал 64 дыхания. Может быть, чуть сбился. Вот. Нормальная тренировка, нормальная тренировка предусматривает примерно, чтобы вы делали где-то суммарно около 1000 дыханий. Там 800. Вот это уже будет хорошая такая нагрузка, уже, можем сказать, лечебно-профилактическая. То есть, с помощью этого дыхания вы довольно-таки сильно меняете и энергетику, и внутреннюю среду, и многие другие функции организма, которые уже начинают влиять на протекание процессов. То есть, сама стрельника, вот это вот как раз дыхание. Почему это дыхание начали использовать вначале для певцов? Потому что энергетика, энергетика, это дыхание повышает энергетику, а если есть у человека энергетика, меняется его голос. Я, конечно, не подремонстрировал вначале, как это все происходит. Теперь подышим, вот как я иногда дышу. Я где-то сделаю дыхание, наверное, 200, может быть, больше. То есть, я уже тут где-то даже засекаю больше по часам. И так, вот я дышу. Еще разок, обратите внимание на нос. Нос, крылья ДОСа должны работать вот так вот, понимаете? Мимика должна работать. Кстати, если будет хорошо работать мимика во время этого дыхания, то у вас будет улучшаться и состояние кожи лица. Подтягиваются мышцы. То есть, очень хорошая вещь. И так, работает нос. И поехали. Фу. 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 Во, voltages. Фу. 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 можете спросить а когда идет выдох смотрите вдох руки идут назад выдох вдох выдох значит если вы так не можете вначале схватить это дыхание вы сделаете следующее медленно но вдох должен быть быстрый вот так вот выдох здесь важно понимать чем быстрее руками вы сделаете это движение тем быстрее у вас произойдет вдох и вдох будет нужный и правильный у вас будет воздух колебаться здесь если вы будете затягивать сюда вы за два-три дыхание накатяйтесь и не сможете вдохнуть и еще разок значит вдох выдох и потом все это немножечко побыстрее выберите индивидуальный темп дыхания для того чтобы вам было комфортно делать если вы почувствуете комфорт и пользу от этого дыхания то вы будете его делать если вы это ничего не почувствуете естественно вы его делать не будете то есть любое дело надо полюбить надо найти в нем изюминку надо найти пользу надо найти вот вот этот как бы сказать скрытый смысл как и что и будем говорить к этому всему подладиться это все схватить и тогда у вас будет получаться еще разок я делаю длительное дыхание вот как я делал значит мы сделаем такое где-то вообще-то там советуется но где-то 104 дыхание то есть выходить на тренировку так за раз делать допустим 108 104 там дыхание но в целом чтобы у вас дыхательная тренировка где-то вот этих количество вдохов-выдохов было примерно около 1000 то есть если я буду делать по примерно 102 дыхания за один раз то надо будет 10 раз сделать ну примерно примерно вот так вот и так еще разок дышим длительно показываю вот Продолжение следует... 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 Это когда наши клетки, недополучая работы, то есть клетка должна работать, когда она работает, должную нагрузочку она сделала, почему я занимаюсь с тяжестями. Я создаю в организме, можно так сказать, нормальную нормальную тренированность клеток и их нормальный голод. Они потрудились, потому скелетная мускулатура, клетки скелетной мускулатуры, им надо глюкоза для того, чтобы они восполнили свои запасы, которые истратили. И вот она естественно поступает в клетку, потому что клетка ее израсходовала, ей надо. Если мы сидим и ничего не делаем, клетка ее не расходует, а сладенькая мы любим, опачки, сосалась в кровь глюкоза, должна идти в клетки. А клеткам не надо, там уже она не израсходована. Раз она не израсходована, значит она, поболтавшись в крови, выделяется через почки. И получается сладкая моча. Ну и плюс сама кровь становится насыщенной глюкозой. И представляет собой такую как-то среду для развития разного рода гнеродной инфекции. Это надо понимать. А тут мы с помощью дыхания очень хорошо тратим энергию. Я вам показал только одно упражнение. У стрельников их несколько. И так там поворачивают, и наклоны делают. Это что еще больше, чтобы потратить. Он говорит, особенно там важно, допустим, для лечения сахарного диабета, потратить больше энергии, чтобы организм запросил ее. То есть на клеточном уровне организм просит глюкозу, и она нормализуется. Нету работы, значит нету. То есть там четыре упражнения. Значит вот это. Там ушки идут, потом наклоны идут. Потом там так идет, так идет. Препадание. Ну это все можно прочитать в соответствующей литературе по дыханию стрельникова. Ну в том числе и я писал в своих книгах. более подробно. А теперь я вам продемонстрирую дыхание обратное. То есть я делал, то есть движение шло на вдохе. А это обращенное на выдохе. То есть я буду больше дышать на выдохе, значит. Дышать на выдохе. Что здесь получается? Здесь у стрельника вдох идет на движение, а выдох на расслабление, когда руки сюда идут. То есть вдох, выдох. А тут получается что-то наоборот. Здесь у нас, значит, идет выдох, а здесь идет вдох. И получается несколько иная работа, но где-то еще более сильная. то есть дыхание здесь становится еще более быстрым. Ну, поделаем некоторое время. Различные эти вещи. Различные эти вещи. Ну, вот насколько мне хватило. Хорошо. Ну да, сразу же меняется вся энергетика организма. Он начинает работать совершенно иначе. Лучше всего, конечно, его делать дыхание пострельниковой. Другие виды дыхания на свежем воздухе. Глаза заблестели, радость. Вот какое-то восприятие совершенно иное. Бодрость в мышцах, тонус – это то, что должно и дать вот это занятие, которое я с вами провел. Милый друг. Милый друг, хорошо, что мы вместе. Ах, как тонко потянул шельма. Ах, как тонко потянул шельма. У нас не будет вещество. Продолжение следует...